Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на прошедшую неделю было в равной степени как и странным, так и неинтересным. Поэтому большую часть сегодняшних тем мы перенесем и будем говорить не о том, что произошло на оперативке, но о том, что произошло важного в жизни Республики за последние дни. Республики Башкортостан Республики Башкортостан управляют из администрации президента лично. Он придумывает всякие причины, почему он в Москве. В этот раз пришлось придумать, что он поехал на какую-то передачу эстафеты какого-то фестиваля ПТУшников. В общем, причина была настолько незначительной и смехотворной, что даже отсюда, издалека, из Башкирии, стало понятно, что так не бывает. Человек бросает заседание правительства, все государственные дела и едет утрясать какие-то вопросы фестиваля ПТУшников. Но, по крайней мере, так заявил нам Радзи Фаритович. В выступительном слове Хабиров упомянул ситуацию с экономикой в Башкортостане. В частности, он сказал, что индекс промышленного производства по результатам 8 месяцев 2020 года составил минус 3,3% к предыдущему году за тот же период. И почему-то Хабиров охарактеризовал эту ситуацию как «экономика у нас задышала полноценно». Что его сподвигло на подобный вывод, видимо, там произошла путаница между знаками минус и плюс, но падение экономики на 3,3% конечно никак нельзя называть никакой полноценной работой. И это высказывание лишний раз подтверждает о том, что Радзи Фаритовичу не надо бы заниматься экономикой, теперь у него есть Андрей Геннадьевич. Вот пускай Андрей Геннадьевич там и отвечает за все эти цифры, правильно их характеризует, а Радзи Фаритовичу вот можно уже спокойно заняться ПТУшниками. Отчитываясь о ситуации с COVID-19, Забелин, как обычно, опроверг все, что говорилось в предыдущие дни о ситуации в Башкирии. Несмотря на то, что сообщалось о трех погибших от COVID-19, Забелин это опровергает и говорит, что смерти не было. Несмотря на то, что говорилось о том, что коэффициент распространения превысил единицу и в Башкирии, и по всей России у Забелина в его отчете, он опять меньше единицы. Всего 33 человека, по версии министра здравоохранения республики, находятся в стационарах и лечатся от COVID-19. И только один из них в тяжелом состоянии. Летальность у Забелина в его виртуальном медицинском мире составляет менее половины процента. При том, что вообще-то во всем мире смертность от COVID-19 колеблется в диапазоне 8-10%. Но, видимо, даже на таком длинном промежутке времени пандемии, я напомню, что 5 месяцев уже идет пандемия во всем мире, и вполне могли бы сформироваться некие более или менее достоверные статистические данные. Однако, несмотря на это, у Максима Васильевича свой мир, своя статистика и свои цифры. И снова Хабиров охарактеризовал ситуацию в этой отрасли по COVID-19. У Хабирова в республике ситуация спокойная и стабильная. Конец цитаты. Ну, естественно, как еще иначе можно охарактеризовать ситуацию, когда в пяти районах объявлено чрезвычайное положение и закрыты районы. Вот по перемещению там и, собственно, жителей района и приезда туда людей из других территорий. Закрыты два крупных города примерно по тому же принципу. Ну, конечно, это стабильная и спокойная ситуация, как уж ее иначе назвать. От себя отмечу, что и члены правительства, и члены вообще вот нашей верховной башкирской власти уже не скрывают, с каким презрением они относятся к содержанию докладов господина Забельна. В частности, было очень характерно видеть Александра Геннадьевича Сидякина, который во время доклада Забелина отчаянно скучал, занимался там какими-то совершенно посторонними делами, не смотрел на экран. В общем, всем своим видом давал понять, что все это абсолютная чушь, которую нет смысла никакого слушать и тратить на нее время. Докладывая о ситуации в Башкирии по ЖКХ, дорогам и чрезвычайным ситуациям, в частности, Борис Владимирович Беляев сообщил нам о том, что отопление в Башкирии подключено практически полностью на 98%, и к 22 сентября, то есть к моменту выхода нашего выпуска, Борис Владимирович обязуется подключить все многоквартирные дома к системе отопления. Вот это интересный момент. Хотелось бы получить обратную связь, если в Башкирии есть дома или целые районы, или города, или поселки, в которых отопление еще не включено, то напишите нам об этом. Доклад господина Морзаева тоже не отличался разнообразием и не особенно отличался от доклада на прошлой неделе с той разницей, что смертность на дорогах уже перешагнула нулевую отметку в сравнении с предыдущим годом, и, к сожалению, уходит в плюс, который, наверное, нельзя назвать плюсом, а является минусом. Я говорю о том, что уровень смертности на дорогах в результате ДТП уже превышает уровень за тот же период прошлого года, и, к сожалению, я нисколько не сомневаюсь, что в этом году мы не укладываемся в этот норматив 400 человек, который был поставлен Путиным Хабирову и, в свою очередь, Хабировым Амарзаеву. Так что, ну, не знаю, как в конце года. Напоминаю, что Хабиров уже заявил, что если этот норматив будет превышен, то он потребует крови. Так дословно прозвучало, посмотрим, чью кровь будет пить Хабиров в итоге в декабре 2020 года. Ну и, естественно, Хабирову придется отчитываться перед Путиным. Хотя я понимаю, что ситуация со смертностью на дорогах не так уж первична и не так уж злободневна, как вот эта ситуация, например, вокруг БСК или РМК. Но, тем не менее, в копилку отрицательных ощущений Владимира Путина упадет еще одна небольшая монетка. Также Алан Викторович рассказал нам о том, что на 5% выросли перевозки Башхиров Татранса. Надо сказать, что это тоже очень странно, потому что то немыслимое количество автобусов, которых он накупил для Башхов Татранса, наверное, должны были бы дать несколько более серьезный результат. Но вот у Морзаева пока получается только 5%. Алан Викторович Морзаев рассказал нам о ходе строительства вот этих самых песчаногравийных дорог. Это те самые песчаногравийные дороги, которые еще в прошлом году придумали Мухаммедьянов и Хабиров, по которым они без конца припирались, которые стоили там как мост чугунный, и Хабиров имел массу претензий к Мухаммедьянову. Так вот, об этом же, собственно, и докладывал теперь Морзаев. Ничего не изменилось от прошлого года. Те же самые 10 миллионов на район. Тот же самый совершенно неимоверный дикий разброс в цене за километр дороги. От 400 тысяч до 3 миллионов по разным районам. Но есть одна разница. Во-первых, дороги перестанут отсыпать уже к 15 ноября. Ну, видимо, потому что в мороз там уже ничего не сыпется. Или цены в салоне Тойота как раз 15 ноября будут подрастать. А каждому главе района с этого, значит, мероприятие по отсыпке дорог, судя по всему, обламывается по новому крузаку. Но самое примечательное здесь то, что Хабиров на то же самое, что рассказывает Морзаев относительно Мухаммедьянова, реагирует абсолютно иначе. На Мухаммедьянова он кричал, шумел и топал ножками, а вот Морзаеву у него претензий абсолютно никаких нет. При том, что ничего не поменялось по сути работы, поменялись только люди. И вот тут уже поменялось отношение и реакция. Вот это, конечно, вызывает тревогу и вполне себе обоснованные подозрения о том, что с господином Морзаевым у Хабирова просто несколько более лучшие и более деловые отношения, чем с господином Мухаммедьяновым. И еще я отмечу то, что Алан Викторович, ну, ничего нам не рассказал в этих своих выступлениях о том, что происходит на иных дорогах, кроме песчаногравийных, например, на дорогах Уфы. Он не сказал, когда будут наносить разметку по свежеположенному асфальту хотя бы во второй раз уже, например, по Ленина, по Карломаркса, по многим другим центральным улицам. Ждем дождя и снега, я так понимаю. Видимо, дождутся. Ну и, естественно, Алан Викторович ничего не рассказывает нам про те убитые дороги, которые так и остались убитыми. И даже в центре Уфы. Ну, вот тишина и покой. Где доклад вообще по дорожному строительству и когда он случится, совершенно непонятно. Докладывая о чрезвычайных ситуациях, Фарид Рифович Гумеров рассказал нам о том, что у него за неделю сгорело в пожарах шесть человек. Но это неимоверно мало, по мнению Фарида Рифовича. А вот в Куиргазинском районе действительно нештатная ситуация. Там зависло 1730 граждан Кыргызстана, которые пробирались к себе на родину и вот как-то так уперлись в забор на башкирско-оренбургской границе. Куиргазинский район наводнен этими гражданами Кыргызстана. Не все из них знают русский язык. Почти ни у кого из них нет толком документов. Они начали там бедствовать. Судя по всему, резко возрос криминальный уровень на этой территории. И Фарид Рифович рассказывает нам о том, что к решению этой проблемы подключены ГИБДД, Росгвардия, МВД и МЧС. Построен палаточный городок. Их туда заселили, там кормят и поят. И ждут решения вопроса. Но по сути нужно, конечно, их каким-то образом припроводить домой, если уж они туда собрались вернуться. Я не буду тратить ваше время на освещение докладов господина Фазрахманова. По его словам, в сельском хозяйстве у нас все великолепно. А также на доклады Беляева и Кучербаева, это исполняющие обязанности председателя Госкомитета по строительству и архитектуре, говорили они о газовой сфере в республике Башкортостан. И это было очень смешно. Просто скажу, что господин Кучербаев, делая доклад о какой-то там, значит, чуть ли не нацпрограмме, сообщил о том, что он за три года газифицирует, внимание, 46 единиц автотранспорта. Судя по всему, в администрации Хабирова закончились сколько-нибудь значимые достижения. Без конца говорить о 4 миллионах тонн зерна даже им становится неинтересно. И вот решили поговорить о газификации 46 единиц автотранспорта в течение трех лет. События, которые происходили за пределами и за стенами Белого дома, в республике Башкортостан, были существенно интереснее тех событий, которые происходят внутри правительства. Судя по всему, это тренд такой. Администрация Хабирова перестала в должной степени веселить население, а то, что с ними творится, совсем неинтересно. Так вот, за пределами было весело. В Абзелиловском районе в воскресенье прошел очередной флешмоб в защиту родного края от русской медной компании. Жители протестовали против разработки и планов по устройству на территории Абзелиловского района медного рудника и горнобогатительной фабрики. Башинформ привычно соврал о численности протестующих, утверждая, что в мероприятии участвовало всего 800 человек, тогда как на практике это было почти 4000. И тут грянул гром среди ясного неба. СМИ республики распространили информацию, а телеграм-каналы подхватили ее. И информация это была о том, что русская медная компания отказывается от своих планов по разработке месторождения в Абзелиловском районе Башкортостана и вообще отказывается от работы на территории республики Башкортостан. Справедливости ради надо отметить, что на официальном сайте русской медной компании ничего подобного мы не нашли. Является ли эта информация достоверной или ложной, станет понятно в ближайшие дни, но очень уж уверенно рассказывали об этом СМИ республики Башкортостан. Вообще подобное развитие событий в определенном смысле логично, потому что совершенно понятно о том, что Кремлю никак не улыбается ситуация Куштау 2.0, укрепление в сознании жителей республики Башкортостан того тезиса, что с местными властями и с Хабирова можно делать все, что угодно, достаточно чуть-чуть поднажать и немного покричать, а также помахать кулаками в лесу, конечно, совершенно не улыбается Кремлю, а учитывая то, на какие три буквы был послан в Абзелиловском районе высланный туда вице-премьер Барданов, наверное, ситуация Куштау 2.0 становилась все более и более реальной. Вопросов к ситуации, конечно, становится все больше и больше. И первый вопрос, конечно же, какого мнения большой бизнес и крупные промышленники теперь о такой территории для инвестирования, как республика Башкортостан? Скорее всего, никакого, потому что на карте нормального инвестора не существует больше такого региона, как Башкортостан, в том смысле, что в него можно хотя бы предполагать какие-то инвестиции. Учитывая поведение региональной власти, учитывая поведение лично Хабирова, конечно, ни один здравомыслящий инвестор не придет в республику и не принесет сюда ни одной копейки, ни одного цента. А вот понравился ли Хабиров теперь народу? Принесло ли что-нибудь его имиджу вот это вот противостояние с крупными промышленниками, которое он отчаянно пытается присвоить? Вот это более интересный вопрос. На самом деле на этот вопрос ответ тоже нет. Дело в том, что вот ситуацию по русской медной компании уже прощелкали политтехнологи самого Хабирова и, как метко выражается, Олег Арефьев опять дали в штангу. Если все, что мы узнали в прошедший понедельник об отказе РМК от работы в Башкортостане, правда, то тут, конечно, политехнологи Хабирова прощелкали вспышку в том смысле, что они не успели даже присоединить своего начальника к этой ситуации и получилось так, что РМК самостоятельно учло социальную обстановку в Башкортостане, психоневрологическое состояние власти Башкортостана и разумно отказалось от работы на этой территории. И Хабиров здесь оказался опять ни при чем. Соответственно, жители Абделиловского района не имеют никаких оснований благодарить его за эту ситуацию. Логично задать вопрос, что же дальше? Дальше, как говорится, больше. Население РМК входит во вкус. Я думаю, что в ближайшее время вопросы начнут сыпаться, как из рога изобилия. Вопросы по ЖКХ, вопросы по социальным программам, по экологии, естественно, их накопилось огромное количество. И все эти вопросы, маленькие, большие, значительные, не очень будут предъявлены сейчас властям и появятся требования о немедленном решении этих проблем. Это и кроношпан, это и утилизация мусора, это вопросы тарифов ЖКХ. Теперь уже никто не будет ни в чем стесняться. А еще у нас главы вызывают массу вопросов. Вот сегодня мы как раз поговорим про нашего любимого главу Ишимбайского района Азамата Абдрахимова. В общем, я думаю, что впереди у нас все больше и больше веселья. Давайте немного о смешном. Смешное на этой неделе было, вернее, в прошедшие дни, в конце прошлой недели и начале этой недели. И смешное здесь было связано, как ни странно, с правами человека. Я говорю об этой истории, когда Валерий Ангагин получил полтора миллиона от фонда Хабирова, и на эти полтора миллиона решил построить нам тут стеллу, которая увековечит права человека хотя бы в металле и пластмассе, если уж они не реализовываются на практике. Полтора миллиона Хабирова превратились в шесть кусков люкобонда, пропиленных насквозь разными словами на разных языках, и собранными в некую кругленькую плоскую конструкцию, которая в центре имела изображение почему-то витрувианского человека Леонардо да Винчи. В общем, вся эта белиберда должна была напомнить нам о существовании декларации прав человека, о том, что мы имеем там права на жизнь, на смерть, на еду, на воду, на свободу и на расу. Но потом случилось страшное. В тексте, вот этом разрозненном тексте, состоящем просто из слов, обнаружилось довольно большое количество грамматических ошибок. Кто уж там писал, кто уж там это все утверждал и контролировал, теперь, наверное, уже будет неизвестно. Но вся эта картинка, она стала мгновенно очень символичной. Ну ладно, интернет наш, уфимский фейсбук взорвался там, значит, ехидными замечаниями о том, что могли бы и словарик купить, и ворд вообще умеет автоматически проверять тексты и так далее, и так далее. Появилась масса вопросов к исполнителю этого произведения, городского искусства господину Винкельману и его компанией. Гаген тут же кинулся шуметь на тему, что каждый художник имеет право на ошибку, но тут нахлынуло наше родное башкирское. Неизменно существующие в Башкортостане адепты башкирского языка и повсеместного его использования и изучения накинулись на Гагена с вопросом о том, что на этой, с позволения сказать, стелле отсутствует башкирский язык, ну есть там латынь, английский, русский и прочие языки, но отсутствует государственный язык Башкортостана, почему ни одно из терминов, ни одно из слов не переведены на башкирский. Гаген вначале воспринял идею очень негативно, агрессивно отвечал, что нефиг вам тут на башкирском языке, значит, важные и умные слова писать, но в определенный момент быстро сориентировался, уловил, что волна этого гнева достаточно интенсивная и, в общем-то, на самом деле объективная. И тут в кадре появляется Галим Якупов, и они вместе с Гагеном читают на башкирском языке Декларацию прав человека. Ну, вот здесь я уже начал требовать остановить вращение земли и хотел уже было сойти, но, как ни странно, это все нормализовало ситуацию, башкирские активисты удостоверились, что Валериан Гаген никак не отрицает существование и актуальность башкирского языка. В общем, конечно, вот это шапито, вот это все вместе, да, вот это вот валерианство и прочее, и прочее, значит, конечно, нам лишний раз показала незрелость нашего общества в Республике Башкортостан, неспособность заниматься серьезными вещами, но зато очень хорошо отработанные навыки по освоению каждых полутора миллионов, которые можно вытащить из главы Республики через тот и иной фонд, вот эти вот члены СПЧ, которые без конца и по очереди получают эти грантики, но вот теперь пришла очередь, значит, Валериана Гагена. Я не утверждаю, конечно, что эта фигня из металлопластика, там, стоит существенно дешевле полутора миллионов, хотя, конечно, на вид эта ерунда стоит не больше трехсот тысяч, но, тем не менее, важен сам факт, что, получив вот эти деньги, Валериан Гаген кинулся реализовывать какой-то не до конца очевидный проект, да еще и наделал кучу грамматических ошибок. И еще о смешном и страшном. Буквально вчера вечером, в понедельник, широкой общественности стало доступно видеоизображение того момента, как глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов извиняется перед партией «Единая Россия». Несколькими днями раньше Рустем Ахмадинуров нам рассказывал о том, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов практически кровью искупил перед партийной организацией свою вину, принеся извинения в обмен на замечания. Но теперь вот кто-то снял вот эту историю прямо с экрана на видео. Изображение так себе, но звук очень хороший. И мы сможем насладиться в полной мере сами тем процессом, который назывался извинения Азамата Абдрахимова. Посмотрите, пожалуйста, это всего 170 секунд, но это очень важные 170 секунд. И после того, как вы их увидите, я, пожалуй, выскажу свое мнение об этой истории. «Своим членом президента, докладываю, 15 числа мы отдельные граждане из Кубик-Кубикстана участвовали в постмобе, в поддержку по закону из Кубик-Кубикстана. И когда в Гармановском дали следение о том, что в Палачном лагере произошла протасовка между прохожанниками органов со мной и отдельными экозащитниками, мы направились туда». Конечно, когда подошли к Палачному лагеру, мы там увидели молодых людей, крепкого телосложения. Там были также отдельные представители запрещенной организацией «Баскрыт» на территорию из Кубик-Кубик-Кубикса. Когда мы начали разговаривать о том, чтобы «давайте, ребята, сядем за стол переговоров, не таким путем необходимо решать такие вопросы», значит, начались отдельные провокации лично в моей адресе. Там были люди, которые знают меня с 90-х годов, на самом деле были и моменты, когда вот этот конфликт носил такой неречественный нарактер. Как я уже говорил, в том числе среди провокаций, с меня сорвали российский флаг, сорвали медицинскую маску и начали обвинять меня во все греха башкирского народа на территории Шамбайского района. Естественно, диалог не вышло, и поэтому, когда уже удалили электрошокеров, мы не поддались на провокации и было бы очередной раз предложено о том, чтобы убрали палатку, потому что там шла тяжелая техника и палатки специально были расставлены на дороге. Чтобы техника не могла править. Значит, ответственно заявляю, ни детей, ни стариков, ни женщин на тот момент никого не было, они привились гораздо позже. И, конечно, вот эта нецензурная правильность моей страны, она была адресована именно вот этим молодым людям. Молодым людям. Я, конечно, допустил грубейшую ошибку, извиняюсь. Я не имел никакого ни морального, никакого другого права, несмотря на такое состояние аффекта, произносить такие стередно-матерные слова. Во-первых, нарушил этику муниципального свойства и подвел парк в Единую Россию. Поэтому, глубоко изменяюсь, впредь, какого не повторим. ну, вы поняли, да? Во-первых, Азамет Абдрахимов находился в состоянии аффекта. Во-вторых, он нам рассказал, что он вообще там делал на этой горе. Он, судя по всему, изначально был обмотан российским флагом, и на нем была медицинская маска, как он сказал, и он пришел на флешмоб в защиту правительства республики Башкортостан. Это, конечно, большая загадка. Кто в этот день, 15 августа, организовывал флешмоб у горы Куштау в поддержку правительства республики Башкортостан. Возможно, как раз прибывшие туда Сидякин с Бодраново были инициаторами этого флешмоба. Азамет Абдрахимов туда явился, и вот, судя по его логике, на него там и напали вот те молодые люди. Причем, он подчеркнул, что никаких детей и женщин в лагере не было. Почему вместо флешмоба Абдрахимов оказался на этой территории палаточного лагеря, он тоже объяснил, там же происходила драка полиции с этими молодыми людьми, но, естественно, как человек, обмотанный российским флагом и укутанный в медицинскую маску, мог не помочь родной полиции. И вот тут началось совсем страшное. Эти хулиганы, с которыми Абдрахимов разговаривал исключительно дипломатическим языком и предлагал постоянно с ними вступить в переговоры, набросились на него и сорвали с него флаг и медицинскую маску. Естественно, конечно, подобного надругательства человек над собой стерпеть не мог. Абдрахимов, правда, не уточняет, в какой момент он переоделся в форму неко-гругуанского батальона смерти, но в итоге, значит, он стал еще более настойчиво призывать к переговорам вот этих молодых людей, все еще, судя по всему, пребывая в состоянии аффекта, и вот тут из него вырвалось то, чем он был инфицирован в эти ужасные лихие 90-е, а речь идет, естественно, о, как он сказал, матерно-ненормативной лексике. Именно вот, используя вот эту лексику, Абдрахимов осквернил целиком и полностью муниципальную службу и свое членство в партии «Единой России», но, по крайней мере, так он утверждает. В общем, конечно, он раскаивается, на мой взгляд, совершенно искренне, потому что осквернение муниципальной службы и членство «Единой России» это самое страшное, что может произойти с людьми, подобными Азамату Абдрахманову. Если серьезно, то я вижу, что этому Азамату кто-то написал то, что ему нужно было прочитать в виде извинений. Азамат, судя по всему, плохо учился в школе и читать почти не умеет. Кто-то ему, видимо, начитывал вслух все это, и это окончательно перемешалось у него в голове, Азамат Абдрахманов не в курсе того, что аффект это очень серьезное и очень такое сложное, трудное для организма психологическое состояние, что утверждая о том, что он находился в состоянии аффекта, теперь, наверное, было бы логично пройти полную психологическую, психиатрическую экспертизу, потому что Азамат Абдрахманов это вам не кто-нибудь, а целый глава района, и доверять человеку, который периодически впадает в подобное нестабильное состояние управления целым районом, наверное, недальновидно. Кроме всего прочего, Азамат Абдрахманов, зачитав вот этот текст, который ему представили в качестве извинений для партии «Единой России», окончательно расписался в том, что кадровая политика Хабирова это грядущая катастрофа Башкортостана. Если хотите, еще раз пересмотрите этот ролик, но мне хватило одного раза, я вижу перед собой вот это вот редчайшее убожество, человек, который совершенно непроизвольно употребляет сложные термины и выражения, не давая себе труда задуматься о том, чтобы они значили, человек, который с каким-то остекленением смотрит в камеру и понимает, что он отбывает повинность, а потом ему снова станет весело, вкусно и замечательно, человек, который получил свою должность по совершенно непонятным мотивам, но если ты сосед Хабирова, ну елки-палки, ну пожарьте шашлыки вместе, порадуйтесь за радио Фаритовича, но если уж у него совсем все плохо, ну дай ему денег в долг, но не обязательно делать каждого соседа главой крупного серьезного района республики Башкортостан.